Viagra Boys это тот коллектив, который я упорно продвигаю каждому из вас на протяжении последних двух лет, просто потому что они этого действительно заслуживают. Всем привет, друзья! Мандрию уши в огне. Пришла пора обсудить второй полноформатник Viagra Boys, названный Welfare Jazz. В комментарии к этому видео напишите свое отношение к Viagra Boys, к альбому Welfare Jazz. Интересно будет почитать, что вы думаете о данной пластинке. Каждый раз, когда новый слушатель обращается к этому шведскому коллективу, обычно его первая реакция звучит как-то в духе «Эээ, ну это интересно, но это что-то странное». Происходит это в первую очередь потому, что ребята играют очень интересную версию своего собственного постпанка, замешанного на очень сильной, четкой ритм секции, с добавлением вокала Себастьяна Мёрфи, который просто уникален и выдается очень сильно. Само это сочетание производит довольно интересные психоделические эффекты, некоторых пользователей вводит в такое очень пространное состояние, но подождите, к этому мы еще с вами вернемся. Давайте сразу обратимся к Welfare Jazz, опустим все вопросы про звук, потому что звук тут в целом хороший, даже получше, чем на Street Worms 2018 года, но именно с жанровой точки зрения разнообразие тут стало больше. Тут есть и блюз, и кантри, и немножко джаза, окей тоже все-таки есть. Есть какой-то танцевальный синт-поп, традиционные треки в духе «Виагра бой» здесь тоже, конечно же, в наличии, но именно вот в этом факторе развития и жанровом заключается очень значимое отличие Welfare Jazz от Street Worms. Как-то сильно на вот этом факторе я заострять свое внимание не буду, но будьте уверены, чуть дальше я к нему обязательно еще обращусь. Друзья, если смотрите мои видео впервые, обязательно подпишитесь на канал, регулярно здесь делюсь всякой интересной музыкой, что-то крутое для своего плейлиста вы точно тут найдете. Пару слов о спонсоре сегодняшнего видео. 2020-й оказался для многих очень тяжелым на события и переживаниях годом. Музыканты, конечно же, не могли обойти это стороной, и огромное количество бендов и исполнителей намеренно выпустили различные чул-записи, цель у которых была одна — расслабить слушателя. Недавно случился reunion крайне известной, но незаслуженно забытой отечественной олдскул хип-хоп формации Big Black Boots, конца 90-х, начало нулевых. Музыка этого коллектива отличалась позитивным вайпом всегда, но их новый сингл «Розы выжилет» — это ровно то, что нужно сейчас. Очень спокойно, размеренно и позитивно. По мне, веет свежим релизом от Dinner Party и всей классикой хип-хопа со знаком «плюс» одновременно. Парни обещают альбом весной этого года, так что есть время подготовиться и переслушать дискографию. Поэтому переходите по ссылке в описании, слушайте новый сингл Big Black Boots и отдыхайте морально. Разговор о Viagra Boys не нужно строить только на звуковой составляющей. Да, она, несомненно, важна, но без концепта, без основной идеи не имеет ровно никакого веса. Музыка Концепт данного коллектива довольно любопытен. Лирический герой Себастьяна Мёрфи, фронтмена этого коллектива, это эдакий отброс. Люмпинизированный человек, который сидит на спидах, постоянно норовит что-то украсть, живет, короче, очень такой, знаете, отъявленной антисоциальной жизнью и получает от этого удовольствие, судя по первому альбому группы, по крайней мере, в лирике, там это все прослеживалось. Какие-то проблески в духе, о, кажется, я что-то делаю не так, все-таки проскакивают у данного лирического героя, но на первом альбоме их очень и очень мало, это трек Just Like You, и то он в итоге выливается в стандартную люмпинизированную тираду о том, что нет, я все-таки все правильно делаю, как хорошо, что я не такой хороший зануда, как вы. Так вот, на Welfare Jazz эта самая концепция получает интересное развитие. Лирический герой Себастьяна, он внезапно, ну, первую половину альбома говорит о том, что нет, идите все нахер, я антисоциален и буду вести себя плохо, а потом внезапно понимает, что нет, он хотел бы сменить свой образ жизни на более, я не знаю, мирный и спокойный, уехать куда-нибудь за город, поселиться там, выращивать куриц и иметь пару собак. И основной причиной для изменения мышления становится, судя по всему, конечно же, женщина, которой изначально лирический герой говорит что-то в духе, а, слушай, детка, ты очень классная, но, пожалуй, нам с тобой не по пути, потому что ты не сможешь меня там обуздать и все такое. Ради бога, флюги гехаймен. Но в процессе лирики на альбоме раскрывается тема, что нет, на самом деле, как бы он готов и хочет, и она произвела на него очень сильное впечатление, и появляется вот этот самый запрос на изменения. Но, я не знаю, почему я сделал это только сейчас, я почитал интервью Себастьяна, и понял, что вот этот лирический герой, это и есть сам Себастьян. И этот факт меня лично очень сильно удивил, потому что я думал, он очень хорошо отыгрывает роль вот этого самого отброса, что он просто круто вжился, он так похож, и вот он это самое делает. А оказалось-то, что нет, что Себастьян до недавнего времени был зависим от спидов, и как бы ему это мешало жить, и он, по сути, рассказывал про то, что он испытал на себе, и какие-то отсылки к его реальной жизни в этих треках действительно есть. Не во всех, конечно же, но в каком-то их количестве. И вот этот факт, на самом деле, произвел в моей голове очень серьезный катарсис. Почему? Потому что вся психоделия первого альбома, Street Worms, для меня заключалась в связке психоделичной музыки, и вот этого вот наркотического трипа в виде лирики от человека, который спустился до низов, и кайфует от этого, и получает удовольствие. Оказывается, что это как бы не ирония никакая, что это все было относительно серьезно, и человек действительно пережил это. И меня вот эта мысль привела довольно к серьезному заключению, в который раз, окей, это не первый раз, когда я к нему прихожу, что все-таки музыка неразрывно связана с исполнителем и с музыкантом. Нельзя разделять личность и его творческое произведение. Но при этом сейчас понимаю, что, наверное, именно связка лирического героя с реальным персонажем все-таки круче. Когда фронтмен действительно рассказывает какую-то историю жизненную, и ему, может быть, даже поначалу не верят, и сам Себастьян говорит, что так и происходило. Большинство репортеров такие, ага, ну ты же, это все по приколу, да, слушай, классная ирония. Он такой, да нет, чуваки, это как бы реально происходило в моей жизни. И долгое время, ну, какое-то последнее время, Мерфи заявляет, что он в завязке, он чистый, все такое. И на самом деле это заметно. Это заметно по его поведению, это заметно по экспрессии, по агрессии, по уровню вокала, это заметно по музыкальному наполнению коллектива. Это выражается в том, что вот это вот самое разнообразие жанров, которое появилось на Welfare Jazz, оно действительно позволяет группе развиваться. Поначалу мне этот альбом не понравился вот этим вот самым дурацким разнообразием. А где эти самые Viagra Boy? Где треки в духе Shunem Shack или Slow Learner или еще каких-то, да, парочка, конечно, есть, но все же это было не совсем то. Но когда я понял концепт до конца и связал это с личностью Себастина, я такой, а, окей. Группа стала для меня серьезнее. Why so serious? Все это время она была для меня таким кичпанком, ироничным коллективом, а тут появилась глубина. И я рад этому факту, серьезно. Сейчас я переслушиваю все их творчество уже в совершенно ином ключе, с другой стороны, и мне любопытно, правда, мне очень любопытно, насколько человек способен ярко отразить какую-то действительность, в которой он находится. С одной стороны, их творчество всегда звучало иронично, с другой стороны, нота серьезности все-таки присутствовала, но я ее от себя отгонял, потому что, ну, да ладно, тут же все весело. Типа чувак придуривается и играет свою роль, а оказывается, что это не роль. И чувак на самом деле такой... Короче, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Welfare Jazz это отличный альбом, но он должен быть воспринят именно в контексте. С музыкальной точки зрения он тоже классный. Здесь все хорошо, здесь интересные мелодии, крутые мотивы, есть запоминающиеся куки и треки, но все-таки его золото и его богатство в другом. И вот для этого другого надо чуть глубже копнуть в историю данного коллектива. Я копнул, мне понравилась именно вот эта вот связка творческого и реального начала. 9, ушей из 10. Друзья, специально для вас вот здесь собрал плейлист со всеми моими постпанк-разборами. Их, конечно, немного, но что-то интересное для себя там точно почерпнете. Вот здесь YouTube порекомендует что-то на ваш личный вкус. На этом все. С вами был Андрей, уши в огне. До встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok